Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Изменить свою жизнь, мои дорогие, как же я рада видеть вас на своем канале. И сегодня я очень хотела записать прямой эфир. И хорошо, что я заранее вас не предупредила, потому что прямой эфир не получилось записать, к сожалению. И тема, которая меня сегодня волнует, я очень хотела с вами поделиться с ней в прямом эфире, но так как не получилось, будем общаться с помощью вот этого видео. Итак, мои дорогие, что меня очень сильно волнует, возможно, я зря волнуюсь, возможно, я зря переживаю как-то. Ну, мне очень хочется с вами эту тему поднять и поговорить. Сейчас, конечно, очень много информации, очень много интересной литературы касаемо того или другого. Ну, возьмем нашу диету, наш вид питания, какие-то заболевания. Неважно, какой темы это касается. Мы много читаем, мы много знаем. Иногда люди, которые проходят очень большой путь через свои болезни, они знают не хуже доктора и про свои болезни, и как лечиться, и какие лекарства принимать, и так далее, и так далее. Но что смущает и пугает меня очень часто, да, когда я вижу, допустим, задевается какая-то тема, человек начинает откровенничать, говорить, вот у меня беспокоит то-то, то-то, у меня вот тут болит, вот тут как-то пошаливает, да. И обязательно находятся люди, которые начинают давать, и более я уверена, что наверняка дельные советы, да. Но надо понимать, что мы разные. И человек, который дает совет, особенно я говорю именно про лекарства и про БАДы, когда человек дает совет, вот допустим, у вас то-то беспокоит, вот выпейте то-то, заешьте тем-то и так далее. Меня это очень пугает, потому что мы все разные, и то, что хорошо одному другому, может быть смерть, как говорится, да. Но вот я вот часто стала сталкиваться с тем, что на какие-то просьбы, на какие-то вот просят совет, как быть, что сделать. Бывает, обязательно отлигается человек, который очень много знает, и я уверена, что он очень хорошо много знает, но все-таки примерять к другому – это чревато. И меня это пугает, потому что есть люди, которые с помощью интернета спрашивают про свои болезни, пытаются поставить свой диагноз вот так виртуально. И самое страшное для меня – это когда люди, советы такие, какие-то лекарства выпить, какие-то БАДы принять, они, как говорится, под козырек это принимают и начинают покупать эти препараты, пить. Меня вот это очень пугает, и я хочу сегодня с вами поговорить на эту тему. Мои дорогие, кто смотрит меня давно, кто зашел только на мой канал, я сразу говорю, я никогда ничего не рекламирую из серии лекарств, БАДов, никогда ничего не назначаю, и никаких рекомендаций в плане лечения я никогда не делаю. Если, допустим, я знаю, вот, ну, жизненный опыт-то большой, и я говорила, что моя жизнь, полжизни прошло в стационаре, я не могу посоветовать другому человеку, даже с этим же заболеванием, пить и принимать какие-то те или иные препараты – это неправильно. И я считаю это просто преступлением давать советы, принимать какие-то препараты, БАДы незнакомому человеку виртуально. И самое страшное, что многие начинают покупать эти препараты и начинают пить. Возможно, я заблуждаюсь, возможно, я не права. Вот эту тему я очень хотела с вами обсудить. Мне очень интересно ваше мнение, потому что вот для меня, вот, я считаю, ну, некорректно это одно. Мне кажется, это преступление. Незнакомому человеку с какими-то, пусть даже с такими же, как у меня, заболеваниями давать советы, какие препараты пить, какие БАДы купить – это неправильно. Я считаю, что это вот на уровне преступления давать такие советы. Если мы разбираем кето-питание, если мы говорим про кето-грипп, да, мы можем знать, какие и то он у всех по-разному. Кето-грипп у всех по-разному. Вот у меня сводила ноги, да, у кого-то тошнота, у кого-то начинается боли в лопатке или боли в области печени. Это не говорит, что там что-то с желчным, с печенью, как многие так считают. Нет, так протекает кето-грипп. Но мы-то знаем свой организм. И если мы видим что-то не так, все равно welcome к врачу. Но ни в коем случае не пользоваться советами других людей, которые вот купите вот этот препарат, выпейте вот эту таблетку. Я считаю, это неправильно. Это неправильно, потому что это ваше здоровье. И как можно вот так виртуально довериться вот таким советам? Хотя я больше, чем уверена, у нас настолько больной народ, вот особенно моего поколения, у всех хронические заболевания, о своих болячках знают много. Могут сами себе подобрать лекарства, правильно подобрать, правильно лечиться. Я верю сразу, но, мои хорошие, это помогает вам. Но не надо давать советы тем, которые вам виртуально задали. Вот я выпил вот такую таблетку, выпить ей вам поможет, мои хорошие. Ну вот как-то меня вот этот вопрос очень стал огорчать, пугать. И я стала переживать, потому что я часто вижу в комментариях, когда даются советы именно по лекарствам и препаратам. Хотя я уверена, те люди, которые дают эти советы, грамотные, знающие, и эти препараты, которые они принимали на собственном опыте, действительно помогают, но это помогают им, а не тот, кто спрашивает. Я вот про что веду речь, что когда мы даем советы именно по лекарствам, по БАДам, по каким-то витаминам, ну, вот тут как-то мне страшновато за ту сторону, которая спрашивает и начинает применять эти препараты. Потому что, возможно, ему-то совсем эти препараты и не нужны, а может даже и опасны. Вот такая сегодня у меня, мои дорогие, тема, которая меня волнует очень-очень давно и пугает. Потому что я очень боюсь как-то вот, ну как виртуально, даже пусть это будет доктор, хороший, знающий доктор, но ни один уважающий доктор не будет ставить диагноз вот так виртуально. Ну, скажу я там доктору через экран, у меня вот тут колит, вот тут у меня пучит, вот тут у меня давит и всё. Это же должно подкреплено быть анализами, обследованием, какими-то УЗИ, ФКДС, там, МРТ, там, КТ или там что, смотря какой орган вас беспокоит. И вы знаете даже, что, допустим, боли в желудке, они могут быть и не болями в желудке, а могут быть заболеванием сердца. Даже инфаркты протекают так, что болит как будто желудок, на самом деле это сердце. Поэтому вот эта тема меня очень беспокоит, очень пугает, расстраивает, когда люди, вот именно те, которые это начинают на себе применять, которые дают советы, я уверена, что знающие, грамотные и прошедшие, пережившие это и знают толк в этом. Но те, которые начинают к себе это применять, это очень чревато. Потому что прежде чем принять, я говорю, даже при одном заболевании все протекает у всех по-разному. Даже возьмем тот же кетогрипп. Говорю, у меня вот ноги сводило мышцы, да, ночами. У кого-то тошнило, у кого-то был упадок сил, у кого-то боли в области, там, плеча, печени или еще где-то. У всех, у всех по-разному. Ну, и поэтому эта тема меня очень волнует. Я давно хотела записать это видео, да, а сегодня я просто хотела весь прямой эфир этому подсветить, чтобы вот так вот онлайн с вами разговаривать, чтобы вы говорили свое мнение. Потому что, наверное, знаете, как правильно будет? Возможно, наши люди, которые обращаются за помощью к нашим врачам иногда не находят понимания, и врачи, они принимают очень много людей, у них постоянные очереди, им некогда это все идет на потоке. Возможно, вот это вот какое-то равнодушие к нам, к пациентам, и вынуждает людей брать вот такие виртуальные советы у незнакомых людей, которые далеко не являются медиками даже, да. Хотя, говорю, даже очень опытный врач, уважающий себя врач, виртуально не может поставить диагноз. И поэтому вот эту тему я очень хотела обсудить именно в прямом эфире, но не получилось. И сегодня записываю это видео, и надеюсь, что у нас будет такой конструктивный разговор, обсуждение под этим видео. Вы напишите свою точку зрения. И я даже предполагаю, что основное будет в том, что, к сожалению, мы часто идем к врачу и не находим там ни понимания, ни такого усердия. Мы рады бы там, допустим, пройти полное обследование, но не получается. Тем не менее, меня это очень настораживает, очень пугает, и я хотела бы эту тему с вами обсудить. Итак, мои дорогие подписчики и гости канала, кто зашел на мой канал и еще не подписан, не забудьте подписаться. И все, мои дорогие, конечно, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока, мои дорогие.